В программе Романа Голованова стрим ведущие гости в прямом эфире глумились над проэтыреем Алексеем Уминским. Темой эфира было обращение священника, в котором отец Алексей призвал не превращать тюремное заключение в пытку и издевательство. Ведущий программы Роман Голованов пригласил в эфир политолога Сергея Корнаухова, представив его человеком глубоко верующим и способным дать трезвую и точную оценку происходящему. Сергей Корнаухов в эфире православного телеканала заявил, что протеерей Алексеем Уминским не является священником, по каким-то непонятным причинам называет себя священником, цитата, и должен быть привлечен к уголовной ответственности за экстремизм. В программе также прозвучали такие выражения в адрес отца Алексея Уминского. Выступает провокатором, который бросает нашу церковь в пропасть. Разрушительная деятельность этого человека в рясе. Если этот священник завтра начнет убивать, священник в кавычках, за Уминским стоят такие же хрупкие в духовном плане батюшки, которые граничат между атеизмом и экстремизмом, священники, для которых екатинья, когда надо молиться о властях и воинстве, ничего не значит, я уверен, что они это пропускают, и, наконец, перед нами преступник, только в рясе, который занимается экстремизмом. Эти оскорбительные высказывания не были пресечены ведущим программы Романом Головановым. Не вступился за собрата и не попросил прекратить поток клеветы и священник Николай Бабкин, второй гость программы. Отцу Алексею не было дано никакой возможности ответить, объяснить свою позицию и причины этого обращения. Протеерей Алексею Минский – священник, который много лет окормляет заключенных в тюрьмах. Не один раз, в том числе и через нашу редакцию, передавались ему просьбы посетить человека в заключении, когда у того нет необходимого духовного окормления. Клир и прихожане храма Святой Троицы в Хохлах много лет оказывают помощь заключенным. Зная о тюрьмах не понаслышке, Протеерей Алексею Минский обратился с естественным для священника словом «милосердие». И не первый раз. Ни разу, когда человек в тюрьме не получал медицинской помощи, и об этом становилось известно, широко известно, отец Алексей не отказался выступить с ходатайством и словами о том, что у человека обязательно должна быть медицинская помощь. Хотел бы, кстати, всем напомнить, пишет в своем телеграм-канале Протеерей Павел Островский, что православная церковь на основе слов пророка Божия Наума исповедует принцип «дважды не наказывать за одно преступление». Поэтому церковь всегда ходатайствовала о снисхождении и милосердии к преступникам, которые нуждались в необходимой помощи. Соответственно, если человека приговорили к лишению свободы, это не значит, что теперь ему можно добавить сверху второе наказание – лишение медицинской помощи, справедливо напоминает отец Павел. В том же эфире был оклеветан уважаемый священник Протеерей Алексей Сорокин из Петербурга и иеромонах Иоанн Гуайта. В дни Великого Поста смущены и расстроены сотни людей. Это видно и по обсуждениям в социальных сетях, и под комментариями под самим эфиром программы. Клевета и оскорбления запрещены законами нашей страны, и они абсолютно недопустимы для православного телеканала. Клевета на священнослужителя порочит само название телеканала, названного в честь Христа Спасителя. Редакция сайта «Правмир» приостанавливает взаимодействие с телеканалом «Спас» до принесения руководством канала официальных извинений священникам Партеерею Алексею Минскому, Партеерею Александру Сорокину и иеромонаху Иоанну Гуайта. Анна Данилова, главный редактор «Правмир». Редактор субтитров А.Семкин